12 сентября Верховный суд Российской Федерации рассмотрел жалобу защитника на приговор Тверского областного суда по делу Вадима Ковальковского. Приговор оставлен без изменения. Ковальковский признан виновным в совершении пяти преступлений. Тверским областным судом ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Напомним, в конце 2018 года Ковальковский уже был осужден на 6 лет колонии общего режима с принудительной мерой медицинского характера и выплатой компенсации потерпевшим на сумму свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Тогда вердиктом коллегии присяжных заседателей Ковальковский признан виновным, но заслуживающим снисхождение в умышленном уничтожении путем поджога трех домов, детского сада и автомобиля в городе Балагое. На совершении Ковальковским убийства пятерых жителей Балагоя в подожженном им доме по улице 2-я социалистическая присяжными признано недоказанным. По этому эпизоду он был оправдан. Но вот мнение следствия. Следствием установлено, что 9 марта 2015 года в ночное время мужчина, находясь вблизи двухэтажного деревянного многоквартирного дома, расположенного в городе Балагое Тверской области, путем свободного доступа через незапертую дверь прошел в единственный подъезд дома, где под деревянной лестницей ведущий на второй этаж обнаружил пакет и сухие тряпки, которым поднес пламя, имевшееся при нем зажигалки, отчего они загорелись, и огонь начал распространяться на деревянные конструкции дома, поднимаясь вверх по лестнице. Убедившись в этом, мужчина, не предпринимая мер к оповещению о пожаре находившихся в доме людей, отошел на безопасное расстояние, где стал наблюдать за распространением огня, а также действиями прибывших для тушения пожара сотрудников МЧС и поведения пострадавших от пожара и жителями соседних домов. После вердикта суда областная прокуратура подала представление. Недовольной приговором осталась и одна из потерпевших, которая на пожаре по-социалистической потеряла ребенка. Женщина подала жалобу. Как мы рассказывали, интерес к огню у молодого человека появился в процессе работы пожарным в Балаговской пожарной части. Вот только удовольствие ему доставляло не тушение огня, а сам огонь и суета людей вокруг горящего строения. Все поджоги теперь уже осужденный осуществлял ночью. И жилой деревянный дом, где жили семьи с маленькими детьми, он тоже поджег ночью, когда люди мирно спали. Новая коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт. Заволжский районный суд города Твери продлил срок содержания под стражей директору Тверского филиала микрокредитной организации «Лига денег» Сергею Воробьеву и персональному менеджеру «Лиги денег» Илье Тимофееву, обвиняемых в вымогательстве совершенным группой лиц по предварительному сговору. Сергей Воробьев обвиняется в вымогательстве совершенным группой лиц по предварительному сговору. Воробьев сознался в угрозах по телефону должнику Сергею Каптурову и написал явку с повинной. Как мы уже сообщали, Каптуров взял микрозаем в компании «Лига денег», просрочил недельный платеж и стал получать угрозы от двух сотрудников этой компании. Помимо Воробьева, фигурант уголовного дела, персональный менеджер Илья Тимофеев. Именно Тимофеев ломился в квартиру Каптурова и теперь его обвиняют не только в вымогательстве, но и в незаконном проникновении в жилище. Судебные приставы возбудили дело об административном правонарушении в отношении самой компании «Лига денег».